приветствую вас уважаемые подписчики и гости канала после окончания великой отечественной войны сотни бывших прислужников нацистов хотели освободиться от своего позорного прошлого многие из них выдавая себя за ветеранов даже не меняли фамилий некоторые бывшие полицаи были даже официально награждены золотой звездой героя советского союза в 2013 году в подмосковье по суду лишили статуса ветерана великой отечественной 91-летнего сергея маслова этот вояка много чего наплел о собственном героическом прошлом до рассказывался даже до того что сталина учил на коне ездить перед парадом на красной площади в 1941 году выхлопотал в 80-х годах у военкома ветеранский статус добился получения нескольких медалей и даже лады калины которую ему подарил губернатор московской области борис громов сергей маслов одно время занимал пост председателя районной ветеранской организации но местные ветераны поймали его на вранье общественники начали делать запросы о военном прошлом маслова из кгб беларуси пришел ответ что маслов в 1942 году попал в плен служил в фашистском карательном отряде во франции в 1944 году его пленили уже американцы и выдали ссср с условием сохранения предателю жизни маслов отсидел в советском союзе 10 лет лагерей по освобождении переехал в подмосковье завел себе нужные знакомства и с их помощью сочинил себе ветеранскую биографию за процессом в пушкинском суде следили представители прессы в том числе российской газеты маслова защищали солидные адвокаты но судья все же принял решение лишить предателя всех наград и ветеранского статуса в книге алексея кузнецова славянские полицаи рассказывается о нескольких лже ветеранах активно проявивших себя на карательной службе у немцев александр посевин у гитлеровцев командовал полицейской ротой лично участвовал в расстрелах после войны ему удалось стать депутатом сельсовета посевина уважали как ветерана а прокололся он когда стал требовать себе орден отечественной войны стали разбираться в прошлом претендента и кгб разоблачил предателя посевина судили и расстреляли украинского карателя григория васюру вывели на чистую воду в восьмидесятых когда тот тоже стал настаивать на награждение себя как ветерана васюра добровольно сдался в плен немцам был одним из самых жестоких боевиков подразделения оскара дерлевангера участвовал в сожжении и расстреле жителей белорусской хатыни в массовых расстрелах в бабьем яру после войны как полица и ему удалось отсидеть только три года васюра вернулся на родину работал в том числе заместителем директора совхоза во второй половине 80-х один из сослуживцев карателя рассказал кгб о его прошлом предателя арестовали судили и расстреляли не менее известно своими военными преступлениями и тонька пулеметчица антонина макарова служившая в красной армии санитаркой и буфетчицей она попала в плен в 1942 году под вязьмой работала палачом в так называемой локотской республики расстреляла из пулемета свыше полутора тысяч человек которых коллаборационисты сочли партизанами или их пособниками среди убитых были женщины и дети после войны макарова выйдя замуж сменила фамилию на гинсбург пользовалась всеми льготами положенными ветерану войны стала ветераном труда и почетной гражданкой белорусского города лепель рассказывала на встречах в школах о том как на фронте служила медсестрой тоньку пулеметчицу кгб ссср искал больше 30 лет в конце семидесятых и и опознала одна свидетельница расстрелов макарову арестовали судили и расстреляли часть пособников фашистов успела послужить как немцам так и на благо родины причем если верить боевым наградам в ркк некоторые из них воевали достойно связи с этим примечательно судьба ивана добробабина судя по справке главной военной прокуратуры 1948 года добробабин был одним из 28 панфиловцев принявших бой у разъезда дубосекова историю этого боя потом сильно мифологизировали в советской прессе а затем в искусстве и литературе прокурорская справка уже в 1948 году подтверждала искажение фактов того сражения добробабина в 1947 году арестовали за службу у немцев как выяснилось после пленения он дважды устраивался работать полицаем в 1944 году добробабина после освобождения села от немцев вновь призвали в ряды красной армии сержант участвовал в яско-кишиневской операции взятие будапешта и вены добробабин из письма брата узнал что его как панфиловцы посмертно наградили звездой героя советского союза стал требовать награду когда разобрались где воевал погибший всплыла его полицайское прошлое прострелах добробабин не участвовал поэтому ему дали только 15 лет потом срок сократили до 7 наград и звание лишили он отсидел ходатайствовал о реабилитации но получил отказ алексей лошко прослужил в жандармерии несколько месяцев после пленения охранял немецкие склады и мосты и военные объекты прострелах и карательных акциях также не участвовал после того как ркк освободила населенный пункт где лошко служил у немцев его повторно призвали в армию факт предательства лошко скрыл как пулеметчик он потом хорошо воевал был награжден медалью за отвагу и орденом красной звезды в 1946 году вышел указ о награждении старшего сержанта медалью золотая звезда и орденом ленина название героя лошко так и не получил помешало жандармское прошлое сажать его не стали и боевых наград не лишили сочли что свою вину ветеран уже искупил до пенсии алексей лошко проработал шахтером в донбассе ученый александр балонкин в книге обыкновенный коммунизм описывает судьбу своего сокамерника в лагере мордовии в 1970-х годах рядом со мной была койка бывшего полица и сухого о себе он рассказывал следующее попал в плен в лагере для военно-пленных умирал с голоду тут немцы объявили что набирают команду для работы оказалось что работа заключается в закапывание трупов и набирали немцы команду могильщиков через пару месяцев при удобном случае сухов бежит переходит линию фронта является к властям и по неосведомленности рассказывает все как было дальнейшая судьба его была типична если судить по количеству предателей в целом то судьба большинства лжеветеранов была такова после освобождения советскими войсками оккупированных территорий бывших полицаев отправляли на фронт выживших после войны арестовывали отбирали ордена медали многих расстреливали те кому удавалось избежать смертной казни были отправлены в лагеря часть из них осудили повторно в 1960-х годах на этом у меня все если видео было вам интересно ставьте лайки и не забывайте подписаться и нажать на колокольчик чтобы получить оповещение о новых видео на канале однажды на земле ну и конечно спасибо за просмотр